Всем привет, друзья! С вами Андрей Горьев. Это канал Футбол, это жизнь. Итак, сегодня у нас второй выпуск Футболисты через 5 лет, третий сезон. И сегодня у нас на подходе левый защитник футбольного клуба Ювентус и сборной Бразилии Александр. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, там у нас будет много голосований по ходу именно этой рубрики и также других интересных новостей о нашем канале. Ну что же, начнем? Закончился первый сезон за Алекса Сандро и Ювентус занял третью строчку, чемпионом стал Милан. Суперкубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Латсу со счетом 2-1. Кубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Наполи со счетом 3-0. В лиге чемпионов в группе D Ювентус выиграл все 6 матчей и выходит в плей-офф вместе с Порто. Но уже в 1-8 попадается Атлетика Мадрид, которых и выбивает 4-2. Ювентус вылетает в 1-8. Но чемпионом Лиги чемпионов стала Бавария, обыграв Манчестер-Сити со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Арсенал, обыграв Милан по пенальти со счетом 4-3. На чемпионат мира 2018 года сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки. На чемпионате мира сборная Бразилии выиграла все 3 матча и вышла в плей-офф вместе со сборной Турции. В 1-8 обыграла Коди Уарр со счетом 2-0. В четверть финале обыграла Камерун со счетом 2-0. В полуфинале проиграла уже Испанцам со счетом 2-1. Чемпионом мира стала Германия, обыграв Испанцам со счетом 2-1. Ну а бронзу чемпионата мира забрала сборная Италии, обыграв Бразилию со счетом 1-0. Так, закончился второй сезон за Алекса Сандро. Ювентус стал чемпионом Италии. Суперкубок Италии выиграл Милан, обыграв 1-0 Ювентус. Кубок Италии выиграл Наполе, обыграв Милан со счетом 1-0. Ювентус вылетел в четверть финале от Ромы со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Арсенал со счетом 3-1. Лигу чемпиона выиграл Мадридский Реал, обыграв Челси со счетом 2-0. В Лиге Европы в группе С Ювентус занял вторую строчку и вышел в ПО вместе с Франкфуртом. В 1-16 Ювентус обыграл соперников и вышел в 1-8, где попался снова на Франкфурт, который их уже обыграл со счетом 3-1. И дошел Франкфурт до финала, где и проиграл Манчестеру Сити со счетом 4-0. Итак, закончится третий сезон за Алекса Сандро. Челси занял вторую строчку, чемпионом стал Тоттенхэм, а трик небольшой всего лишь в 1 очко. Кубок Англии выиграл Манчестер и Нетт, обыграв Челси по пенальти со счетом 4-3. Кубок Лиги Англии выиграл Ливерпуль, обыграв Тоттенхэм со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Мадридский Реал, обыграв Манчестер Сити со счетом 1-0. В Лиге чемпиона в группе Б Челси вышли с первой строчки вместе с бывшим клубом Алекса Сандро Ювентусом. В 1-8 Челси минимально обыграли Дортмундскую Боруссию, также минимально обыграли в четвертьфинале Манчестер Юнайтед, и также минимально обыграли Шальке в полуфинале со счетом 5-4, и также минимально обыграли Баварию со счетом 2-1 в финале и стали обладателями Лиги чемпионов. Ну и Ювентус вылетел в 1-8 от Манчестер Сити со счетом 5-0. А Лигу Европы выиграла Брага, обыграв Марсель со счетом 1-0. Ну и чемпионом Италии стал Ювентус, заняв первую строчку и 89 очков. Итак, закончился четвертый сезон за Алекса Сандро. Челси занял седьмую строчку, чемпионом стал Тоттенхэм. Кубок Англии выиграл Челси, обыграв Арсенал со счетом 3-0. Кубок Лиги Англии выиграл Тоттенхэм, обыграв Эвертон со счетом 2-0. Супер Кубок Европы выиграл Челси, обыграв Брагу со счетом 2-0. В Лиге чемпионов в группе Б Челси занял первую строчку и вышел вместе с Латсио в плей-офф. В 1-8 Челси разгромил Галатасарай со счетом 6-0. В четвертьфинале обыграл Ливерпуль со счетом 4-1. В полуфинале обыграл Манчестер Сити со счетом 3-1. И в финале по пенальти обыграл Манчестер Сити. В Челси второй год подряд выигрывает Лигу чемпионов. А Ювентус вылетает в полуфинале от Манчестер Сити со счетом 3-2. Лигу Европы выигрывает Аякс, обыграв Милан со счетом 3-2. На Кубке Конфедерации сборная Бразилии вышла в плей-офф вместе со сборной Италии. В полуфинале обыграли минимально испанцев, а в финале минимально обыграли немцев. И Бразилия становится обладателем Кубка Конфедерации 2021 года. Кубок Конфедерации Лигу чемпиона выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв в финале Челси со счетом 2-0. Лигу Европы выиграл Милан, обыграв Ювентус со счетом 1-0. На чемпионат мира 2022 года сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки. Итак, на чемпионате мира в группе Д сборная Бельгии вышла из группы вместе со сборной Бразилии. В 1-8 бразильцы обыграли колумбийцев со счетом 1-0. В четверть финале обыграли португальцев со счетом 2-0. Но в полуфинале проиграли испанцы и вылетают, попадая в матч за третье место. Ну а испанцы выигрывают чемпионат мира. Ну и бронзу чемпионата мира забирает сборная Бразилии. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. С вами был Андрей Хорев и канал Футболу Это Жизнь. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok